На часах 13.06 в эфире «Особое мнение» в студии Дарьеты Пузлиева и моя сегодняшняя гостья, руководитель отдела по связям с общественностью Кировской гордумы Яна Страузова. Мы сегодня поговорим о том, как в Кирове прошло лето, затронем тему благоустройства, границ исторического поселения, которую, наконец, утвердили, обсудим немного на шумевшей стройке. Но начнем, наверное, я наверно с утверждения границ сельского, исторического, извините, поселения. Для радиослушателей напомню, что она будет проходить вдоль берега Вятки. На набережной Грина ограничена Федоровской церковью. Дальше красная линия проходит по улице Розы-Люксембург, сворачивает на Мопро, петляет через улицы Старой Вятки, проходит и упирается в Октябрьский проспект. Вопрос такой. На утверждение границы работ администрации закончилась или кировчанам стоит надеяться на то, что сейчас будет какая-то работа вестись внутри этих границ по сохранению памятников истории? Добрый день, друзья. Даша, очень хорошо, что взяли эту тему. Хотя она для нас пока не до конца разработана, скажем так. Потому как этапно проходило очень долго согласование границ. Сейчас мы должны посмотреть, что по регламенту будет требоваться от архитектуры, от города. Какие действия нужно будет сделать по сохранению памятников. Скорее всего, мы знаем уже о том, что для этого понадобятся средства большие. То есть, скорее всего, эта программа будет разработана на следующий год. В бюджет города уже будут тогда заложены те средства, которые необходимы для обозначения памятников. Наследия, культуры. И тогда эта работа будет уже поставлена на определенные рельсы. А какие-то суммы сейчас уже фигурируют? Нет, пока об этом рано говорить. А сами Вы смотрели эти границы исторического поселения? На самом деле, мы когда готовились, когда мы еще в прошлом году к этой теме подходили, там было очень много споров. И в основном, конечно, тут нужно спрашивать историков, почему та или иная граница по данному кварталу проходит. Это просто очень такая отдельная глубокая тема. Я бы не хотела с ней поверхностно просто идти. Она еще не до конца для администрации сейчас представлена. А Владимир Быков не так давно затрагивал тему о реконструкции фасадов зданий. 70, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть, эти планы не сохраняются? На самом деле, в этом году будет порядка 12 фасадов отремонтировано. То есть, это, опять же, из тех небольших средств, которые в этом году выделены. Сейчас прошли последние аукционы, 9 фасадов последним определены заказчики. По идее, до сентября месяца эти работы должны быть выполнены. Там почему так долго была подготовка к определенной документации? Потому что все работы, связанные с домами или фасадами, которые представляют историческую ценность, они должны пройти согласование, экспертизу и так далее. То есть, такая непростая работа была сделана. Когда подрядчики приступят к конкретным работам, тогда мы уже будем смотреть и говорить, какие точно, какие сроки. Надеемся, что до сентября-октября месяца они закончат эти работы. И новость вот эта об утверждении границ исторического поселения, она шла практически рука об руку с другими новостями. То есть, это опять спорные стройки. В частности, стройка на пересечении Казанской и Мопро. Там собираются воздвигать жилой дом. Прокуратура вроде как добилась отмены разрешения на строительство. Но там, я думаю, мы сейчас не будем разбираться в законодательной подоплеке всей этой истории. Вопрос в другом. Насколько это может отразиться на имидже городской администрации? То есть, мы одной рукой вроде бы даем историческое поселение, другой тут же возводим высотные здания. Спасибо даже за вопрос. На самом деле, такая болевая, ну вот лично для меня это точка, потому как вот эти стройки, которые сейчас возникают такими пятнами тела нашего исторического центра, они на самом деле были отданы довольно давно. Потому как территория была принята застройщиком еще для расселения. Они брали старые дома, расселяли их, покупали эту землю у города. То есть, это там порядка 5-7 лет, может быть, история каждой из троек. Не будем говорить в общем, это в общем. На самом деле, тут существует такая... Я в этом разбиралась в прошлом году очень так подробно, когда мы еще с Юрием Викторовичем Красулиным занимались публичкой, когда у нас шли темы точечной застройки, и он говорил, что по идее такого быть не может, мы не принимаем. Вот тогда выяснилось, что в законодательстве есть возможность застройщику самостоятельно развивать такие территории. То есть, они покупают дома, скупают квартиры под видом расселения. Мы также не знаем, покупает ли это какой-то собственник или это фирма. Когда они оказываются собственниками всего дома, ну, это какие-то люди, у них появляется право собственности и на землю. То есть, они таким образом заходят на какой-то кулачок земли, они делают хорошее дело, они помогли, они расселили аварийный дом или околоаварийный дом, и людям помогли. Но застройщик, это же коммерческие компании, они должны, в принципе, отбить свои суммы. Тогда начинается очень длинный процесс согласования, что здесь будет, значит, если этот участок, а там он, как правило, разрешен под жилищную застройку, какой этажный дом, какой это проект будет. Вот тут уже наступает работа с администрацией. Если там есть возможность не дать строить многоэтажки, вот, кстати, как раз Юрий Викторович-то и был инициатором, чтобы границы поселения исторического центра были вот таким образом регламентированы. То есть только они смогут создать ту зону, в которой нельзя выустроить многоэтажки. На самом деле, вот этот исторически подписанный документ, вот только сейчас, да, свежий, он создаст те приклоны, когда мы каким-то законным образом можем отказать строителям и сказать, нет, здесь многоэтажка будет не должна. Ну, в любом случае у строителей обычно правда одна. То есть они хотят, как Вы правильно сказали, отбить деньги. То есть мне кажется, тут у администрации все-таки большее поле для деятельности в плане того, чтобы запрещать увеличивать эту этажность. Вы знаете, вот наблюдала за стройками, которые идут через согласование, через запреты, когда они из судов не вылезают и доказывают свою правоту город. И когда суд через арбитражи, через кучу заседаний не находит поводов отказать застройщику, и он начинает там на пятаке планировать строить дом, ссылаясь на все законодательные акты. Коммерсанты, они ведь люди-то тоже молодцы. Они находят всевозможные дырки в законодательстве и, собственно, делать все это тоже в правовом поле. А тогда такой момент, а не останемся ли мы с тем, что сейчас у нас начнут всплывать эти люди, которые где-то когда-то в 90-х получили эти участки, и сейчас они через суды будут протаскивать, увеличивать эти этажности бесконечные, и мы получим этот исторический центр, который точно так же у нас будет в высотках, в торговом центре. Поэтому, смотрите, мы как раз вместе начали с того, что этот документ подписан. Он как раз регламентирует эту этажность. До этого времени этого документа не было. То есть очень большая надежда, что все-таки те границы, которые будут очерчены, они и будут историческим центром, и не позволят там строить многоэтажки. И вот эта вот история вся со строительством, она потянула за собой смежную тему, опять подняли тему публичных слушаний. Я не знаю, слышали, наверное, общественники, активисты предложили вести онлайн-трансляции этих публичных слушаний, после выкладывать уже итоговые протоколы. Вы часто вообще бываете на этих публичных слушаниях? Я бываю там нечасто. Почему? Ну, то есть бываете? Была, смотрела... Насколько это целесообразно? Ну, смотрите, я, опять же, мы с Юрием Викторовичем Краснулиным в прошлом году очень плотно прорабатывали. Когда я его просила, давайте мы все-таки сделаем это не просто там короткой информацией, будем рассказывать там подробно, где, что, для чего и кто это делает, мы натолкнулись на что? Первое. Законодательно определено форма. Есть форма. То есть простая форма информирования через сайт. Люди могут ознакомиться с документами на протяжении определенного времени. Все остальное должно собраться в определенном официальном здании в определенное время. И там специалисты презентовать тот проект или то намерение, которое в публичных слушаниях обсуждается. Для того, чтобы делать это в более таком как бы широком масштабе, здесь нужны специалисты. То есть это нужно. Затраты бюджета, да, чтобы делать какую-то, не знаю, компанию по очень внимательному рассмотрению этих публичных там заявлений. На самом деле мы даже пробовали там найти какого-то человека, который бы там стал модератором, да, то есть он бы готовил площадку. Но на самом деле опять же опять же. А если просто собираться в зале заседания Гордумы, то есть там же есть условия для трансляции, собирать людей там и выводить эти... Нет, посмотрите, собирать там, это в принципе не проблема. На самом деле на слушание приходит не такое количество огромных людей. Мы с этим тоже столкнулись. Информация есть. Интерес к этому оказывается, ну, только у определенного количества людей. Вот, когда это какая-то очень распиаренная кем-то застройка, ну, условно, там, строитель, еще не получив разрешение, начинает продавать свои квартиры, да, тогда народ, наверное, интересуется, больше избегается. А в большинстве своем эта процедура, она такая, она получается, с одной стороны, вроде негромкая, прописанная законом, а с другой стороны, для того, чтобы делать из нее пиар-акцию, скажем так, да, вот, рассказывая на каждом углу, что там такое будет, собственно, никто это не требует от застройщика, никто это не требует от администрации, и, честно говоря, это малоцелесообразно. Почему? Всегда, как вот видите, ну, можно приводить кучу примеров, мнение неоднозначно. Всегда будут за и всегда будут против. Поэтому кто-то может манипулировать этим мнением, используя его. Поэтому делать из этого шоу с публички, ну, я считаю, правда, нецелесообразно. Мы вот посмотрели, послушали, повертели регламент этот в руках, что можно с ним сделать. Вот, то есть иногда очень хорошие проекты, вот, таким образом, могут затягиваться на бесконечное время. Мы никогда так ничего не сделаем. Ну, да, то есть мы там часто тоже бываем на этих публичных слушаниях. Обычно все равно тот контингент, который туда приходит, он понятен. То есть это люди предпенсионного возраста, пенсионеры. Они нельзя ли хотя бы попытаться сдвинуть, возможно, время проведения этих публичных слушаний, чтобы пришла другая возрастная группа, которая, возможно, будет не просто против, возможно, она что-то, какой-то конструктив будет выносить на этих публичных слушаниях. То есть не люди старшего поколения, которые, по сути своей, немного консервативны, а привлечь других людей, работающее население к этому. Ну, на самом деле, они там проходят в разное время. Ну, как правило, они все равно в районе трех часов. У госслужащих тоже ведь есть свой ребёнок. Это понятно. И они тоже работают по графику определённому. Вот видите, просто по формату публичных слушаний может принимать решение какой-то муниципалитет. Вот, видимо, в настоящее время какие-то намерения будут реализовываться. Сейчас просто у вас сменился и заместитель главы администрации по строительной сфере. И, возможно, что следующим этапом потом просмотрят и варианты публичных слушаний, которые будут в другом формате. Хорошо, оставим тогда тему уже со строительством. Вернёмся к благоустройству. В начале сезона тоже много говорили о том, что этим летом попытаются привлечь бизнес. То есть у нас сейчас обилие цветов и клумб. Это всё заслуга администрации или всё-таки кого-то из предпринимателей удалось привлечь? То есть кто-то там рядом со своими магазинами украшают, что-то делают? Ну вот на самом деле в этом году такое видимое изменение произошло у нас по этому взаимодействию с бизнес-структурами, с предприятиями. Я хочу напомнить, когда мы начали готовиться к 70-летию Победы, вот этот вот единый порыв украсить город и сделать его праздничным в символике Победы, он получился. Очень многие предприятия откликнулись так по-настоящему. И вот такая нотка патриотизма, она в городе была. То есть это были мероприятия под таком хорошем уровне. И праздничный настрой города тем самым был поддержан. Александр Викторович, ну, тоже очень здорово придумал и предложил, чтобы в этом году у нас и день празднования, не огорода, вернее, праздник был под эгидой цветущего города. Поэтому подготовку вот к той красоте, которая сегодня у нас за окном, конечно, началась она ещё очень рано весной, когда начали думать, какую рассаду будем покупать, что будем садить, как будем клумбы увеличивать. И тогда обратились и предпринимателям, и предприятиям о том, чтобы входные группы, свою территорию, свои клумбы обновили. Придумали какие-то новые конструкции, какие-то новые цветовые решения. И в принципе это всё получилось. Понятно, что в наших краях не все цветы цветут, да, это сложно. Но на самом деле выбрали, видимо, очень удачно такие яркие композиции с петуниями, с календулами. Ну, получилось. Поэтому действительно поблагодарили очень и предприятия, и бизнес-структуры, которые поработали с нами в этом отношении. Ну, как раз... А кого-то можете отметить? Кто-то, возможно, вложился в большее? Вы, наверное, сами по городу ездите, видите, прекрасная территория оказалась у молочного нашего комбината, да. Василий Сураев очень потрудился в этом отношении. Да и в принципе вот магазины просто свои входные группы украсили красивыми композициями. То же самое глобус. Ну, вот то, что сейчас встречается. Детские дошкольные учреждения, кстати, тоже облагородили клумбы, посадили новые, разбили новые клумбы. Вот я сейчас не буду, потому как там у нас целый большой список. Ну, можно сказать, что бизнес, он сейчас пошел уже на контакт, вот именно в плане благоустройства. Что сейчас уже не только город вкладывает в это деньги, но можно рассчитывать, что где-то и подтянутся предприниматели. Ну, на самом деле, знаете, простое было такое обращение. Если вы живете в этом городе, неужели вам неприятно будет около на своей территории сделать ее красивой? Свою территорию сделать ее красивой? На этот простой вопрос вы сказали, да, давайте попробуем. Вот это взаимодействие власти и бизнеса вот на таком хорошем, позитивном примере, оно просто отлично получилось. Упомянули вы, кстати, вот 70-летие победы. Как вообще вы лично в администрации оценивали вот эту подготовку? Сейчас уже, наверное, можно подвести какой-то итог и по оформлению, и по проведению вообще самих мероприятий. Все ли, что задумывали, удалось? Ну, наверное, это такой этапный вариант был. Почему этапный? Хотелось бы побольше, может быть, каких-то феерических праздников, более ярких. Естественно, бюджет не дает. По оформлению города удалось. Ну, смотрите, если мы вспомним, начало года мы начали с того, что всех призвали на субботники. То есть подготовка к празднику началась с того, что мы начали чистить территорию просто. Сажать деревья. Были разбиты же новые парки. То есть аллея, один из проектов, кстати, был Аллея Победы. И школьники сажали, и в чистых прудах жители выходили. То есть озеленили территорию свою. Покрасили, вычистили, побелили, приготовили город к празднику. И символика, по-моему, она удалась. Она, в принципе, с таким российским трендом была совместима. Может быть, кому-то показалось слишком много его, слишком обильно было. И, видите, мы эту символику оставили на протяжении всего года. Вот я как раз хотела задать вопрос, как долго она останется в городе, потому что где-то уже флаги потрепались, и что-то грязное уже. Ну, кстати, флаги вот ко дню российского флага, 22 августа, все это еще обновится на самом деле. Это такая этапная вещь. До сентября, до конца сентября, когда, по-моему, 2 сентября мы отпразднуем день окончания войны. То есть тот день, который всемирно тоже празднуют. Вот, а потом уже будем готовиться, наверное, к новому году. Проект, проект, не конкурс, конкурс, наверное, лучше назвать. Цветущий город. Сейчас уже, я так понимаю, он примерно дней, наверное, через пару недель. Да, к первому сентября, да. Много ли людей заявились, много ли приняли участие, те, кто там свои вот эти вот клумбы во дворах делал? Вот, значит, мы начали с предприятий, мы их тоже будем отмечать, наиболее красивые. В рамках этого же конкурса? Ну, не в рамках, может быть, этого конкурса, но вот это как общая такая тенденция цветущего города, подготовки к 641-й годовщине нашего города, вот, к празднику. Был также, позвали всех жителей принять участие, откликнулись активные, откликнулись так называемые ТОСовцы, порядка, там, более 500 клумб мы увидели новых во дворах. Ну, здесь активно поработали тоже депутаты, потому как во дворах были не только клумбы, но детские площадки новые появились. Ну, естественно, появляется новая площадка, хочется ее красиво как-то выделить, появляются и цветы. Вот, достаточно активно жители откликнулись, по-моему, более 500 фотографий они уже прислали вот в редакцию газеты и в Женсовет, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. До конца, ну, не до конца, наверное, до 1 сентября принимаются фотографии, а потом они будут оценены, все это будет в эту такую красивую летопись этого года нашего города. Поэтому есть возможность еще две недели зафотографировать свои красивые цветущие клумбы и отправить их. А депутаты, они какое участие принимали? То есть это какие-то деньги из депутатских наказов или просто собирали там людей? Нет, на самом деле, вот, у нас депутаты очень активные, но мы просто как-то их не видим, потому как они работают со своими избирателями и, ну, работают там, где это нужно, с активистами. Они как-то участвуют и самостоятельно, то есть там тоже копают, сажают эти цветы. Какие-то, когда требуются деньги, они идут из наказов, но, вы знаете, там из наказов, они очень заранее идут, они планируются, то есть если что-то, это очень такое серьезное, типа там детские площадки или спортивные площадки, то эти все средства, они заранее, потому что они также проходят через конкурсы, потом через подрядчика в изготовлении. То есть, ну, за качеством работы уже следят и жителей, ну, и депутат, соответственно. — Тоже вот вопрос у нас возникал как раз по поводу деятельности депутатов, то есть то, насколько они там вместе с активистами где-то занимаются. Как-то депутаты законодательного собрания больше находятся в информационном поле, чем депутаты Гурдумы. То есть это намеренно или они прям настолько заняты, что информационное пространство никуда? — Ну, смотрите, мне кажется, что просто депутаты ЗАГС собрания, ну, для них как бы несколько политический аспект важен. Мы, когда разговаривали с депутатами Думы, все-таки все решили, что работа непосредственно на местах в поле с избирателями, она важнее. То есть они общаются, они к ним приходят постоянно на встречи их избирателей. То, что они в информационном пространстве, кто-то держит, кто-то использует свои сайты, они самостоятельно работают. Вот какую-то информацию присылают и на общий сайт думский. Вот они посчитали, что пока, в принципе, этой информации достаточно. — Еще одно событие, наверное, знаковое этого лета — это реконструкция стадиона «Динамо». То есть правильно ли я понимаю, что в связи с этой реконструкцией планы по тому, чтобы снести спортивные объекты и восстановить соборную площадь, они обкладываются? Ну, на самом деле, планы они тем хороши, что они имеют какую-то грандиозную перспективу. Сама идея сделать там эту площадь тоже хороша. На самом деле, у нас порядка 10 лет еще впереди, это может поменяться. Я не гарантирую, что тут останется стадион или, наоборот, площадь вдруг появится с какого-то года. Исторически, наверное, было бы это сделать красиво. Но с точки зрения практичной отношения к жизни, тем более раскрученного этого места как спортивного объекта, то есть это правильно сейчас вкладываются деньги, спортивный объект очень нужен городу. Поэтому, что будет через 10 лет, посмотрим. Я думаю, даже если те деньги, которые появятся у города в связи с таким большим празднованием, будет выгоднее и целесообразнее вложить в инфраструктуру города, потому как она очень изношена. А вот такие, ну, потом у нас там, помните, у нас там 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 же были объекты из заречной части, построить канатную дорогу там. Ну, то есть, я думаю, что какой-то план более реальный для жизни будет воплощен. Стадион останется на месте. А на Ваш вообще взгляд, то есть, что вот именно вот конкретно в этом районе, что нужнее, спортивный объект или реконструированная какая-то старинная та же самая площадь? Ну, знаете, с точки зрения моей эстетики, мне, конечно, было бы видеть интерес на площадь. Но с точки зрения моей жизни в этом городе, мне стадион ближе. Потому как это куча людей, которые занимаются спортом и ведет здоровый образ жизни. Сейчас мы, наверное, прервемся на небольшую паузу и вернемся уже после рекламы. Мы возвращаемся в эфир. В студии Дарьи Топузлиевой моя гостья Яна Страузова, руководитель отдела по связям с общественностью Кировской гордумы. Мы тут немного в паузе пообщались, решили отойти чуть-чуть от задуманных тем и углубиться немного все-таки в брендирование города. Что нас ждет? Каким Киров мы увидим? То есть есть какие-то задумки в администрации? На самом деле, я бы сказала, что это тема в продолжение. Почему? Потому как сама идея брендирования территории, она была поднята как раз, когда мы готовились к празднованию 640-летия города. Тогда мы хотели найти какую-то идентичность, какой-то знак, какой-то логотип, какую-то красивую, сочную фразу, чтобы она стала главным на празднике. Поэтому тогда и появилась идея увидеть бренд нашего города. На самом деле, мы их проговорили. Это такая модная тенденция сейчас российская идет, вообще позиционирование России вообще в целом. Мы провели конференцию и пообщались с горожанами, собрали там рабочую группу, ну так активно поработали. Поняли, что наш город уникальный. Уникальный в чем? Что он теплый, что он уютный. Вспомнили дымковскую игрушку, как раз вот та мягкая пластичная глина. И почему игрушка была в дымке мастерицами сделана. Вот она как раз где-то символизирует характер нашего города комфортного, безопасного, такого провинциального в хорошем этом смысле. Ну вот вы заметили, наверное, да, даже на больших сейчас российских мероприятиях стала мелькать наша дымковская роспись, ну или, скажем, какой-то аналог ее. Вот и для чего? То есть мы использовали эти мотивы дымковские при праздновании 640-летия города. И по идее бренд это такая вещь, что она не придумывается для какого-то одного повода. Она должна так вырастать, она должна, посадишь зернышком, если она проклюнется и даст свои роски. Вот это десятилетие, которое у нас грядет до следующего празднования, оно может быть и будет той позитивной нотой, когда мы на свой город взглянем с точки зрения своей такой вот идентичности, да, с корнями, с добрыми традициями. И тогда я говорил только, что все это возможно тогда, когда жители станут позитивно относиться к городу. А когда они станут позитивно относиться к городу? Когда будут проявлять свой характер и свою активность сами, участвуя в каких-то проектах или придумывая эти проекты. Ну, на самом деле мы видим, что у нас сейчас происходит в городе ППМИ со своими проектами. Ну, еще какие-то проекты будут? Да. То есть они, то есть это вообще параллельно идет, смотрите, ППМИ, когда жители придумывают и вкладывают свои деньги, они реализуют свои какие-то проекты в малых формах, скажем так, начиная от дворов, дорог, каких-то новых объектов, вот, дальше ТОСовцы, это те активные горожане, которые готовы придумывать социальные проекты и двигать их, вот, и вот такими небольшими, вроде как, невидимыми движениями потихонечку жители вовлекаются вот в общую нашу активность отношения к городу. К тому, как я посмотрела, когда мы начали говорить о брендировании, мы сказали, фу, зачем у нас дороги там с дырами у нас тут столько проблем. Ну, на самом деле, эти проблемы решать вообще. Ну, а просто сейчас многие опасаются, что мы вот этой вот дымкой сейчас как раз закрашиваем вот эти вот разбитые дороги. То есть... Ну, на самом деле, мне тоже свое такое отношение, может быть, к закрашиванию, да, то есть попробовали, поэкспериментировали, получили мнения разные. Почему бы нет? Видите, там очень много составляющих в этом брендировании, да, в этом позитивном отношении, в этих фишках, которые могут быть в городе. Это ведь мы для чего и делаем, для привлечения, скажем, туристов. Когда мы привлекаем туристов, то есть мы делаем такую перезагрузку, скажем, в экономическом плане для города. Мы даем им возможности и потенциал свой как раскрыть, так и сделать какие-то новые проекты, которые будут приносить и деньги, в том числе, и опять решать проблемы города. Смотрите, вот мы говорили с вами, бизнес откликнулся, посадил цветы, сделал новые композиции. То есть это такая же активная деятельность, проектная деятельность. Ну, просто она, может, такая тут растянутая во времени в течение года. Вот, поэтому через 10 лет, я думаю, идея какая-то нарисуется у нас до конца, оформится, и мы скажем, да, вот это точно наш бренд. Поэтому она пока формируется. И вот те социальные проекты, которые появляются в городе, я думаю, что мы будем продолжать, мы их будем развивать, мы будем стимулировать людей, ну и сами придумывать какие-то новые вещи. А из социальных проектов, то есть есть какие-то проекты, которые себя уже зарекомендовали, проявили, и которые хотелось бы развивать дальше, то есть на которые люди пошли. То есть вот в чём они активно участвуют, куда-то подтягиваются. Ну, вы знаете, я тут в принципе не буду чем-то особо оригинально. Я вот посмотрела в течение года, что мы делали такого, где люди откликнулись. Конечно, у нас был очень большой проект, это мы ставили памятник Трифону Вятскому. Это было сложно, но мы собрали денег, это были и какие-то культурные проекты, культурные программы, когда мы собирали и горожан, и гостей даже нашего города, и далёких гостей. Дальше. Потом даже те элементарные массовые субботники, это, казалось бы, эхо прошлых времён, но чтобы сейчас поднять и вытащить людей со своих тёплых диванов и прибрать территорию, это в принципе тоже такая та же проектная работа. посадить цветы, посадить деревья. Это то, что вроде бы в чём просто участвовать, но это нужно организовывать и постоянно это делать, тогда это будет хорошо. Экологические десанты, то есть таких вот маленьких проектов, которые делают школьники, студенты, молодёжь, что мы называем, их очень много. То есть они так не выпячиваются, но они идут в системе. То есть это тоже формирование отношения к своему городу, вычистить там берег реки, прибрать там свою территорию. Дальше что ещё? Уже идёт не первый год, когда мы объявляем, давайте очистим город от законной рекламы. Ну вот такая акция, волонтёры выходят, да, очистим, ну снова заклеивают, это беда всех городов. Ну это тоже как вариант. Какое-нибудь следующее поколение скажет, ну зачем же нам снова чистить, если можно не клеить или придумать какие-нибудь другие новые формы. Что ещё мы делали такого, что нас всех собирало? Ну видите, вот в этом году мы в большей степени делали проекты к 70-летию. Там помощь ветеранов, да-да-да, то есть они были такие. Ну да, вариант ещё отношения к городу автомобилистов, газон под колёса. Ну она такая вроде странная, не до конца разработанная акция, потому что ну аж фаварии и что, да, парковок где-то не хватает. Но всё равно на лишний раз сохраним газон или как-то его обустроим в каком-то ключе, это тоже плюс. Вот, что ещё? Ну и вот хорошая социальная акция, кстати, утренние зарядки. Ну такая милая, добрая, народ собирается, кому-то нравится, кто-то со стороны смотрит, тоже вовлечение. А по поводу акции, то есть если вот, например, про Трифона Вятского говорить, то есть много людей, ну как, не то чтобы много, но были люди, которые жаловались на то, что где-то там на предприятии, не то чтобы из-под палки, но намекали, что вот давайте-ка лучше мы скинемся. То есть тут важно всё же собрать эти деньги, чтобы какой-то памятник был? Или важно сохранить, где вот эта граница проходит между тем, когда люди сами действительно по своей воле, по своему желанию отдают эти деньги, и там, где говорит им начальство, что ребята, надо было. Ну вот смотрите, когда хорошее дело сделано, а я считаю, что это результат, иногда человека нужно, наверное, подтолкнуть на доброе дело, да, чтобы потом он увидел этот результат и погордился, что вот в этом памятнике есть и его рубль. Я думаю, что и то, и другое хорошо, когда человек видит результат, я думаю, оправдываются все его печальные мысли, и едут в позитивную сторону. А тут вот этот сквер, где сейчас Трифон Вятский стоит, мы так поняли, у него сейчас какое-то даже название есть? Ну нет, у него как такового названия там нет, ну мы там просто его так позиционировали, что это некое такое место духовной силы, знаешь, я просто не знаю. Мне недавно просто сказали, что ты знаешь, что оно вот как-то так вот называется, я просто забыла название, что-то не совсем связанное, причем с Трифоном, именно Вятским. Ну ладно, потом... Ну там, видите, там же старая, это древняя история, там все равно была церковь, и все-таки там у нас такое место духовной силы. Туристов вы тоже затронули, как-то наблюдаете, что стало больше гостей города, то есть все вот эти вот проекты, работы по благоустройству, цветы в городе, все это как-то привлекает людей? Нет, на самом деле я слышу отзывы, и они меня радуют, это реально люди просто когда приезжают и говорят, боже мой, как изменился город, те, которые были, приехали сейчас. Вот это нисколько не лукавлю, потому как удивляются, город похорошел, город стал красивый, современный, конечно, там хочется его улучшать, мы-то знаем все наши слабые стороны. Вот, я не скажу, что есть какой-то наплыв туристов, ну смотрите, вот те знаковые мероприятия, которые и область делает, и вот Никита Юрьевич Белый, да, развивает, они к нам народ ведут. Это и крестный ход, да, это и сказки, вот новые, новые те мероприятия, которые уже последние там года три-пять появились в городе. Туристы стали нас уже находить на карте города, они знают, что такое Кира, что такое Вятка, это уже радует. Просто мне кажется, сейчас вот самый удачный момент в том плане, что евро 73 рубля, уже понятно, что никто ни по каким за границам большая часть людей ехать не будет, и вот сейчас вот тот вот момент, когда мне кажется, все города там, где сохранилась хоть какая-то история, хоть какая-то культура, архитектура, они должны просто хватать этого туриста и тащить его, едьте к нам. Да, только для этого нужна инфраструктура определенная, нужны все маршруты отработать хорошо, нужны эти изюмники, нужно вам показывать, ими гордиться, привлекать к этому и туристические агентства, и просто рекламировать их в своем городе, показывая его красоту. Ну а со стороны администрации, то есть хотя бы там внутри администрации ходят вот эти разговоры, что ребята, надо что-то делать, нужно кого-то привлекать, работать с этими же турагентствами. Ну на самом деле... То есть лето все пущено пока немного на самотелку. Нет, нет, этим занимается у нас область, это в принципе их большая стезя, у них собственно для этого целая там структура для этого заведена. Все-таки муниципалитет, это задача муниципалитета заниматься земной, вот убирать грязь, чистить улицы, то есть заниматься более такими повседневными бытовыми делами. Ну хотя думать о привлечении туристов и какими-то инвестиционными делами, площадками привлекать, это конечно да. Не могу не спросить, в рамках нашего проекта велосипедизации обратили ли в администрации внимание, что стало очень много велосипедистов и нужно уже что-то делать в плане той самой доступной среды, выравнивать бордюры? Ну вот на самом деле, Даша, вот я смотрела на эту идею, она сама по себе замечательна. Вот нужно садиться с карандашом, считать, сколько нужно будет на это денег. Это самый главный актуальный вопрос. Если посчитать общую сумму, что мы хотим, где какие маршруты сделать, уже этапно разбивать это и закладывать бюджет. Пока это просто некая идея, рабочая группа, я думаю, что у них это получится сделать, довести это до ума. Но есть люди работают. Конечно, есть рабочая группа, то есть там очень-то такой здоровый, хороший коллектив, энтузиастов, я думаю, что это сделают. И они на следующий год в бюджет города уже будут закладывать какую-то часть из всей этой большой программы. Все. Все. На этом, я думаю, мы заканчиваем. В студии было особое мнение. Яна Юрьевна Страузова, руководитель отдела по связям с общественностью Кировской городской думы. До свидания. Спасибо. Спасибо.